В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалёва. Здравствуйте! О самых заметных событиях этого понедельника вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. История под снос. В Рязани продолжают исчезать памятники архитектуры. Карта свала к Рязани. Появится ли на ней новый объект? Всероссийский молодежно-образовательный форум прошел в Крыму. На Тавриде побывали и рязанцы. С сентября этого года в силу вступают законы, которые существенно отразятся на жизни российских граждан. Касаются они самых разнообразных сфер жизни. Так, с 1 сентября получить американскую визу россиянам можно будет только в Москве. Таким образом, гражданам, которые живут в других регионах России, придется ехать в столицу для прохождения собеседования. Консульства США в регионах России остаются, но получать помощь там смогут лишь американские граждане. Также с 1 числа этого месяца те, кто будет получать гражданство Российской Федерации, должен будет принести присягу. Теперь это обязательные условия. От присяги освобождаются лица, не достигшие 18 лет, и те, кто признан недееспособным. Новые поправки в законы не только определяют дополнительные обязанности, но и упрощают процедуру получения гражданства Российской Федерации. Правда, только для граждан Украины. Им не нужно будет предоставлять справку об отказе от гражданства своей страны. С 1 сентября вся рыбная продукция будет отслеживаться более тщательно от вылова до продажи и утилизации. Об этом говорится в новом техрегламенте Евразийского экономического союза о безопасности рыбы и рыбной продукции. Если в рыбе будут найдены вредные для здоровья человека препараты и стимуляторы роста, которые некоторые производители все-таки используют, такая продукция не попадет в магазины союзных государств. Теперь есть утвержденный список этих веществ. Кроме того, появятся новые требования, которые изменят процесс производства, упаковки и хранения рыбной продукции. С 25 сентября расширяется список возможностей, при которых можно получить страховку по ОСАГО. Например, водитель сможет обратиться к своему страховщику, если ДТП произошло с участием трех и более машин. Сейчас получить прямое возмещение убытков при аварии можно только с участием двух автомобилей. С 29 сентября авиакомпании смогут брать плату с пассажиров за провоз багажа. Правда, не со всех. Лишние расходы за перелет затронут только тех, кто купил невозвратные билеты. Для возвратных тарифов багаж до 10 килограммов будет бесплатным. Сверх этой нормы авиаперевозчик назначает плату уже на свое усмотрение. Также по новому закону габариты ручной клади должны позволить разместить ее в салоне самолета. И предусмотрено право перевозчика расторгнуть договор на перевозку в одностороннем порядке в случае, если пассажир отказывается оплатить провоз багажа на новых условиях. Наравне с картой разбитых дорог в Рязани существует и карта свалок. В настоящее время на ней отмечено 106 точек разного цвета. Красный означает, что жители обнаружили незаконную свалку. Эта информация проверяется компетентными структурами. Таких точек в области 74. Желтым цветом отмечено 29 мест, где ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок. И всего три точки сейчас окрашены в зеленый. Там свалок нет. А вот каким цветом окрасится поселок Полково? Вопрос. Местные жители боятся, что в скором времени возле озера Черненькое возникнет новая свалка. Озеро Ласково не по наслышке знакомо каждому жителю города и области. Чистое и прекрасное. Настоящий курорт для местных. Но с недавних пор это место оказалось под угрозой. Сюда захотели перенести городскую свалку. И хоть располагаться она будет не рядом с водой, на экологию это окажет сильное влияние. Предполагаемое место для свалки. Точка, которая находится в трех с половиной километрах от села Заборье. Местные жители были сильно возмущены этим фактом. Мы обеспокоены, конечно же. Это зеленая зона. Солочи – это легкие Рязани. Курортный поселок Солочи, где расположены два санатория. Солочи и Старица. Озера, реки. Пионерские лагеря. Пионерские лагеря. Это же… Ну и жители к этому относятся. Ну это же сердце Рязани. Местные жители тут же проявили свою гражданскую позицию. За несколько дней были собраны подписи почти всех людей Заборья и Полкова. А 31 августа они пригласили на встречу главу администрации муниципального образования Заборьевского сельского поселения. Виктор Сидоров с первых минут успокоил собравшуюся толпу. На протяжении двух дней мне идут звонки от жителей Полкова, что якобы между Полковым и Заборьем будет строиться новый полигон. Значит, я об этой ситуации доложил лаве района Наталья Ардульевна Женева. Ни администрации Рязанского района, тем более ни администрации Заборьевского поселения, никому никаких земель под ТБО не выделялось и не будет выделяться. Собравшихся людей волновал и другой вопрос. Недалеко от села Заборья существует законсервированная свалка. Она не действует с 2015 года по решению суда. Этот полигон под свалку определил еще бывший губернатор Олег Ковалев. Что касается полигона по направлению на север, 4,5 километра от Заборья, который действует с приостановленным решением суда, и в решении суда сказано устранить все недостатки, получить соответствующие разрешения и документы, после чего можно приступать. На встречу с местными жителями приехал и председатель комитета по социальным вопросам Рязанской областной думы Сергей Пупков. Он заявил, что эту ситуацию без внимания он не оставит. Если сейчас стоит вопрос о начале работы свалки около села Заборья, то, на мой взгляд, однозначно нужно еще раз спросить жителей прилегающих населенных пунктов по этому вопросу, вплоть до проведения местного референдума. В воскресенье 7 мая на улице Маяковского в Рязани снесли дом купца Коровкина. По оценке экспертов из Государственного института искусствознания, дом Коровкина является типичным примером доходного дома периода эклектики с магазином в нижнем этаже. Крупный объем, формирующий угол квартала, дополнял историческую застройку центральной части города. Снос дома вызвал широчайший резонанс, но это не остановило неизвестных, которые снесли еще пару старинных домов в этом районе. Как сообщает источник, портал хранителей наследия по новому проекту зон охраны Рязани, который пока не принят и против которого борется Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, на месте скромного дома Коровкина допускается застройка высотой 30 метров. Тогда, в мае, даже митрополит Рязанский и Михайловский Марк выступил открытым противником так упорно продвигаемого проекта высотной застройки Рязани на большом круглом столе в Политехническом университете. Итак, на том месте, где еще недавно стоял дом 19 века, купца Коровкина, возможно, появится 30-метровое здание. Сегодня действующим проектом зон охраны Рязани здесь разрешено строить высотой не более 15 метров, так как действует зона регулирования застройки Екатериненской церкви. Еще пару месяцев назад здесь, на этом месте, стоял дом купца Коровкина, который прекрасно дополнял архитектурный ансамбль по улице Маяковского, хотя и находился в плачевном состоянии. Реставрировать исторические здания в нашем городе не принято, поэтому дом снесли. И теперь, пока судьба участка не решена, в центре города зарастает травой в человеческий рост образовавшийся здесь пустырь. Со сменой губернатора у общественности появилась надежда на перемены к лучшему. Но снос дома Коровкина перед самым днем победы явился больным ударом в душу общественности. В старом городе трогать вообще ничего нельзя. Ни один город мира, старый город мира, так не обращается по-хамски, по-преступно, со своим богатейшим историко-культурным, архитектурным наследием. Построенный в конце 18-го, начале 19-го века, он находился на перекрестке улиц Маяковского и Пролетарской, напротив входа на центральный рынок. Это был богатый купеческий дом с прекрасным чугунным крыльцом. Только представьте, сколько поколений людей выросли здесь за 200-250 лет. Сколько всего пережило это здание? Эти стены застали времена правления по меньшей мере пяти императоров, революцию, видели рассвет и закат Советского Союза, пережили Великую Отечественную войну. Больше его нет. И ведь уничтожение подобных памятников архитектуры не единичный случай. Широкий общественный резонанс, вызванный сносом дома купца Коровкина накануне Дня Победы, однако не остановил тех, кто разрушает лицо старого города. И здесь же, на улице Маяковского, неподалеку от купеческого особняка, появились новые пустыри, зияющие словно раны. Тем не менее, несмотря на утраты, остались еще места, которые можно спасти. В Рязани много домов, подготовленных к сносу или тех, что находятся в аварийном состоянии. Наступил тот момент, когда историю сохранять должно наше поколение. И уважать свое прошлое, культуру, традиции предков – первая обязанность каждого из нас. Скажем, вот этот дом. Дворянский дом, построенный в конце 18 века, декорированный полуколонными, он уже больше 200 лет украшает центр нашего города. Наполовину дворец, хотя и находящийся в плачевном состоянии. Паустовский влюбился в город Рязань не только как в женщину, Рязань она, но и в свою жену, возможно, благодаря этой улице. Потому что его цитата даже идет во всей энциклопедии, рассказывающей о Рязани. Милый город с деревянными домиками, с резными крылечками, с петушками, весь в зелень утопает. Вот мы этого милого образа старого города, который лечит душу, понимаете, это не просто так вот ветхие строения. Старый город лечит. Не исключено, что эти здания вскоре станут историей, и увидеть их можно будет лишь на фотографиях. А на их месте останутся пустыри, поросшие травой, или вырастут очередные муравейники высотой до самого неба. На минувших выходных в Рязани произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий. Подробнее о них в следующем материале. 2 сентября около двух часов дня в Рязани, напротив строения 314 на Ряжском шоссе, 38-летний житель областного центра, управляя незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом «Кобра», при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества двигающемуся по главной дороге со стороны Рязани автобусу «ПАЗ». В результате ДТП водитель мотоцикла и его 16-летний сын, который находился на мотоцикле в качестве пассажира, получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Как было установлено сотрудниками ГИБДД, водитель мотоцикла не имел соответствующей категории на право управления данным видом транспорта. Кроме того, в медицинском учреждении у него была взята кровь для определения наличия состояния опьянения. В этот же день на проезде Яблочково произошла еще одна авария. 56-летний Рязанец, управляя автомобилем «Мазда» при выезде из прилегающей территории, совершил столкновение с двигающейся со стороны улицы Зубковой автомашиной ВАЗ 14-й модели. От удара автомобиль «Мазда» отбросило, и он совершил столкновение с движущимся со стороны улицы Циолковского в направлении улицы Зубковой грузовой автомобиль «Зил». В результате ДТП водитель отечественной легковушки с полученными травмами был доставлен в больницу. Сухой закон в праздничные дни, когда запрещена продажа алкогольной продукции, выполняется не на все 100%. На этот раз рязанским полицейским удалось выявить 17 нарушений запрета на продажу спиртного. В ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением запрета на розничную продажу спиртного 1 сентября в Рязанской области полицейские изъяли из незаконного оборота 400 литров алкогольной продукции. Кроме нарушений продажи в торговых палатках, правоохранители столкнулись с нелегальными продажами в магазинах, например, на улице Весенний. Был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции. Нарушение закона Рязанской области 98-го от 14-го, 11-го, 2011-го года. Об отдельных видов регулирования алкогольной продукции на территории Рязанской области. Согласно статье 4 данного закона, реализация алкогольной продукции запрещена в день знаний, 1 сентября. По данному факту возбуждено административное расследование. Вся алкогольная продукция изъята. Виновные лица понесут ответственность. В этом магазине из незаконного оборота было изъято 20 литров спиртного. В результате к торговой организации будут применены меры административного воздействия. Санкции по статье «Нарушение правил продажи алкогольной продукции» предусматривают штраф от 20 до 300 тысяч рублей. Также в ходе рейдовых мероприятий в Рязанской области сотрудники полиции пресекли нарушения законодательства в магазинах в городе Ряжский в Спасском районе. В городе Сасово полицейские в двух магазинах выявили пресекли 4 правонарушения. На всех нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. 3 сентября 2017 года в лесопарке у Орехового озера состоялся третий благотворительный пробег и семейный праздник «Спорт во благо» в поддержку детей с синдромом Дауна в Рязани. В пробеге приняло участие более 300 человек. Взрослые, дети, спортсмены, бизнесмены, опытные атлеты и начинающие любители встретились, чтобы проверить себя и помочь другим. Благотворительный пробег «Спорт во благо» состоялся в нашем городе уже в третий раз. Организатором данного мероприятия стала Рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца». При содействии администрации города Рязани и благотворительных фондов «Даунсайдап» и «Синдром любви». Спортивный праздник, несмотря на пасмурную погоду, собрал более 300 человек. Выбрать подходящую для себя дистанцию смог каждый из них – от 50 метров для самых маленьких до 10 километров для самых тренированных. Корпоративные команды сразились в эстафете 4 по 300 метров. Участники с фантазией и чувством юмора смогли поучаствовать в костюмированном забеге, где оценивалась не скорость, а костюм. Победители и призеры получили награды и подарки от партнеров пробега. Развлекательная программа включала выступления юных спортсменов из клуба боевых искусств, игровые и творческие мастер-классы для больших и маленьких. Дети могли попрыгать на батуте и посмотреть научное шоу. Собранные на праздники средства более 145 тысяч рублей будут направлены на занятия горными лыжами по программе терапевтического спорта «Лыжи мечты» для подопечных общественной организации «Добрые сердца». Молодые журналисты со всей страны слетелись в Крым для обмена опытом. Их ждала насыщенная образовательная программа в рамках форума «Таврида». В рязанскую делегацию вошло всего три человека. Телевизионное направление представляла моя коллега Галина Ершова. Несанкционированные свалки, убитые дороги, незаконные государственные закупки. Более 300 молодых журналистов из разных регионов России приехали на форум «Таврида», чтобы поделиться своим опытом освещения сложных социальных тем. Я уже встретила здесь такое количество единомышленников, такое скопление, какая-то плеяда ярких звезд, журналистов. Нашли общий язык со всеми ребятами. Молодых журналистов ждала насыщенная образовательная программа. В течение пяти дней им рассказывали, как контролировать власть и защищать интересы простых людей. Творческие встречи и мастер-классы провели депутаты Государственной Думы, активисты Общероссийского народного фронта и старшие коллеги. Специальными гостями форума стали журналисты-телеведущие Петр Толстой, ведущий утренних новостей телеканала «Россия-24», «Роман Плюсов» и многие другие. Чувствовалось, что мы разговариваем на одном языке, а мы разговариваем с журналистами, профессионалами своего дела. Может, чего-то не хватает, в каких-то моментах, может, каких-то знаний, может, какого-то опыта не хватает. Но общаться было очень интересно, потому что мы говорили на одном языке. Однако молодые журналисты собрались здесь не ради образовательной программы, и даже не ради моря. На самом деле их цель – доказать, что они умеют быстро и качественно работать в рамках деловой игры. В четвертый день форума участников разделили на шесть медиахолдингов по 45 человек. Они освещали жизнь в Золотограде, выдуманном городе, с реальными проблемами. Подрядчик видит мэра! Мэр выйдет! Мэра к ответу! Как вы видите сейчас, конкретные жители хотят позвать мэра к ответу! Игра проходила в восемь часов. Участников ждали митинги и акции протеста, пресс-завтраки, открытие выставок и чрезвычайные происшествия. Все как в большом городе – обычная работа современной редакции. Правда, некоторым пришлось проявить себя в непривычном качестве. На деловой игре я была оператором, хотя обычно я редко бываю оператором. Но в итоге наш сюжет заметили, он понравился очень членам жюри. И было очень приятно поработать с ребятами, которые знают, чего они хотят вообще. Своё мастерство молодые специалисты показали в создании новостей и мемов, введении социальных сетей, написании лонгридов и съёмке телевизионных сюжетов. Они попробовали максимальное количество жанров, создавали лайфхаки и делали прямые включения. Меня удивила всё-таки скорость, с которой мы сработались. Опять же, я этой скорости не ожидала, я не была не готова. Люди так быстро очень нашли общий язык. Мы моментально перестроились в редакцию, поставили столы, создали атмосферу необходимую. И всё так очень натурально было. В принципе, я ощутила себя как дома. То есть наша родная редакция, так же все на нервах, так же все быстро, господи, конкурентно уже написали это, эти уже написали то. Поэтому мы действительно в режиме нон-стоп работали. Даже некоторые не ходили на обеды, на ужины. Настолько были увлечены процессом, что в принципе все погрузились в эту игру и реально чувствовали себя как будто они вот сейчас работают, а не просто эта игра на тавреде. Последний день посвятили разбору ошибок. Работу молодых коллег проанализировали федеральные эксперты. Редактор «Комсомольской правды», создатель портала «Лайфхакер» и журналист телеканала «Россия-24». Есть ошибки, над которыми придётся работать. И в принципе, я думаю, что это всегда у всех журналистов, вне зависимости от опыта, бывают такие моменты. Так что очень здорово, что у меня появился шанс общаться с профессионалами всероссийского уровня в этой сфере. Короткая смена молодых журналистов стала одной из самых ярких на форуме «Таврида». Каждый день мы записывали десятки советов и новых тенденций, чтобы уже сегодня начать применять их в своих редакциях. Мы стараемся эффективно помогать в решении острых проблем регионов и качественно информировать население. Галина Ершова, специально для телеканала «Город». 1 сентября – особенный день не только для школьников, но и для студентов. Более тысячи человек в этом году поступили на первые курсы различных вузов. Торжественное мероприятие прошло и в Политехническом институте. На нём побывал Валерий Седов. Волнение и ожидание чего-то нового. Всё это можно увидеть в глазах будущих студентов. 1 сентября они познакомились с жизнью Политехнического института. Со всеми задачами, которые вуз ставит перед собой каждый год, он справляется на отлично. Первокурсникам об этом рассказал директор института. Торжественное слово произнёс и ветеран Великой Отечественной войны. 1 сентября – это первый шаг, ребята, в науку. Именно этот шаг должны сделать каждый, родившись наш, гражданин нашей золотиной. И поэтому, подведи сегодня итоги, действительно это радует, что действительно наша молодёжь стремится учиться. Сейчас в Политехническом институте открылась магистратура по специальностям архитектура и градостроения. Теперь это целая линейка обучения – бакалавриат, специалитет и магистратура. В конце своего выступления директор института Игорь Мурок поздравил первокурсников с Днём Знаний. Я от всей души поздравляю с большим праздником, всенародным праздником, Днём Знаний. Желаю новых успехов, творческих побед. Благополучия вам, вашим близким. Берегите себя. С праздником. Спасибо. 1 сентября запомнится студентам и многочисленными награждениями. Преподавательский состав получил почётные грамоты и медали. Деятельность этих людей не осталась в стороне. Также им вручили памятные подарки от администрации города. Сюрприз ждал и первокурсников. Песни, танцы и много другой интересной самодеятельности. В любой из них студенты вскоре смогут принять участие. Самое главное событие для будущих первокурсников – это посвящение в студенты. На сцену вынесли огонь знаний, и старшие товарищи вместе с ребятами проговорили текст клятвы. Обещание священное каждый пред всеми даёт. Обещаю выполнить всё, что потребует время учёбы. Обещаем! Первокурсникам вручили хлеб и соль, а также большой студенческий билет, страницы которого были украшены фотографиями жизни института. И пришло время главной традиции. Студентам такая насыщенная церемония открытия понравилась. К тому же все они преисполнены эмоциями от того, что поступили именно в этот вуз. Вы не представляете, какие положительные эмоции, что я поступила в лучший вуз города Рязани. Вот меня прям переполняет. Сегодня получила студенческий билет и прям ура! Я это сделала! Новый коллектив, новые люди. Я сам из этого города приехала из Хабаровска, потому что посоветовали этот институт. Сказали, если можно получить хорошую специальность, специальность, специалитет. Ну и в дальнейшем жизни пригодилось мне это. Очень многие рекомендовали этот вуз и говорили также, что этот преподаватель очень хороший. И вообще первостепенно я тоже хотела сюда поступить. С 4 сентября начнется обучение студентов политехнического института. И каждый день у них будет насыщен новыми эмоциями, а багаж знаний будет пополняться. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok